здравствуйте мои дорогие я очень рада видеть вас на моем канале я топчей инга ведущий преподаватель академии красоты лотос и сегодня мы с вами будем разбирать проблемку в педикюре и это самая часто встречающаяся проблема вросший ноготь клиенты по разной причине приходят на педикюр кто-то приходит получить эстетику а кто-то приползает с вросшим ноготком так вот сегодня у клиент на педикюре по проблеме вросшего ногтя ну давайте сначала первым делом мы конечно же вычистим латеральные пазухи для того чтобы подобраться поближе и пристально в ближайшем рассмотрении понять где же и в каком месте у нас врастает как правило врастает вот именно эта сторона у клиента чаще всего от нас это правая сторона и вот немножко клиент уже охает но нам нужно хорошенечко почистить и для того чтобы не больно было клиенту мы добавим размягчитель для ногтевой пластины от компании клинистик боль не такая уж страшная поэтому не нужно нам сегодня применять обезболивающее средство размягчителя достаточно будет я ослабила натяжение найти ногтевой пластины для того чтобы в легкую срезать кусачками длину свободного края давайте-ка еще поближе подберемся вы видите там у них ализис карман в котором собралось много чего нажитого непосильным трудом все это нужно конечно же вычистить экскаватором ну и после этого мы конечно же быстрее доберемся до вросшего ногтя я увеличила скорость чтобы вы не думали что я работаю как садист очень быстро и жестко это умноженное на 2 скорость дает такой результат а вот чувствуется и где-то цепляюсь цепляюсь давайте-ка посмотрим приподнимем немножко и глянь ухтыж какой заворот вам видно как завернута ногтевая пластина в латеральной стороне но правой стороне ногтя поэтому очень сложно здесь что-либо сделать и я взяла свой любимый твердосплавный шарик которым сейчас слегка ослаблю боковые стороны ногтевой пластины и затем смогу уже легче работать вот смотрите его счищаю для того чтобы сделать потоньше так чтобы ноготь сильно не сопротивлялся при поднятии а теперь я взяла большую твердосплавную насадку для того чтобы сделать тоньше середину у меня много кстати видео по вросшим ногтям клиент поднимает ножку для того чтобы посмотреть что же там происходит ей тоже очень интересно как и вам но пока ничего не происходит мне всего лишь нужно добраться до того места где врастает ногтевая пластина найти тот именно крючок который подворачивается по моему вот он я его нашла от не то это всего лишь забитость вот самим крючком вот он сам посмотрите какой острый сейчас будем стараться его убирать тут еще под ногтевая мозоль откуда ты взялась но ничего сейчас все поправим первым делом мне нужно убрать вот этот самый крючок который впивается в мягкие ткани посмотрите-ка на него но очень тяжело его убирать у меня всего две руки а нужно бы его конечно же спилить и я одной рукой придерживаю поднимаю он уже легче поднимается поскольку я тоньше сделала ногтевую пластину я взяла опять свой любимый твердосплавный шарик и стала убирать вот тот самый крючок он стал конечно же меньше но совсем мы боковую сторону боковую стенку убирать не будем для чего вы поймете чуть чуть позже мы убрали всего лишь то что впивалась не думайте что клиенту прям совсем больно и убрала то что давила и истончила ногтевую пластину поэтому клиенту практически не больно их еще и расслаивается ногтевая пластина посмотрите-ка тут еще до кучи под ногтевая мозоль только ее здесь не хватало сейчас ее уберу вот посмотрите и уже нет но зато крючок знатно видно его как он закручен кстати у меня есть видео по вросшему ногтю именно я схему даю от чего появляется вросший ноготь можете пройти по верхней ссылочке и посмотреть но в данном случае причиной была травма они неправильное стригание ногтей вот видите сколько клиентов столько и разных историй и у всех она все по-разному облегчение приходит сразу когда найдешь и и уберешь тот осколочек который впивается в боковой валик а теперь мне понадобится сделать тампонаду и тампонаду такую достаточно крупную для этого я и оставила тот угол под который запихала можно сказать тампонаду капнула я чайным деревом от компании клинистик чайное дерево является природным дезинфектором и стала работать дальше валик здесь чистенький проверила латеральную пазуху и ничего тут не врастает я еще немного дочистила для того чтобы прям вот боковые стороны у нас были все чистые для нашей дальнейшей работы затем отодвинула кутикулу почистила под кутикулой нанесла грунтовку и вот теперь буду работать а работать я буду акрилом педикюре это самый лучший материал который поможет нам лучше чем коррекционная система и поможет сразу не когда-то что клиент будет ходить приходить там и так далее менять коррекционную систему он поможет сразу принесет облегчение и к вечеру уже клиент забудет что у него были проблемы с вросшим ногтем тампанада мне совершенно не мешает работать и еще немножко времени и вы поймете зачем я ее сделала и такую грубую и не из каполина а из обыкновенной салфетки и так пока я болтала ноготок уже практически готов вот он какой красивенький постараться надо сделать его максимально натуральным для того чтобы минимально пилить и размахивать пилкой ну давайте-ка раздвигать акрил уже начал полимеризоваться а нет сыроватые видите боковые слишком расходятся слишком тоже нехорошо нужно дождаться того момента когда акрил начинает вставать и аккуратно он уже не такой жидкий и влажный и аккуратно начинаю раздвигать акрил вместе с натуральной пластиной вы видели с торца я вам показывала насколько скручена с латеральной стороны ногтевая пластина так вот нам вместе с акрилом нужно ее раскрутить а теперь могу сказать зачем нужна нам была такая толстая жирная тампанада а для того чтобы поднять тот самый скрученный уголок чтобы удобно было разжимать акрил ну а теперь уже тампанада нам как таковая и не нужно и еще три минутки и я ее просто уберу через день клиентка пришла на маникюр и сказал что у нее ничего вообще не болит после исправления вросшего ногтя мы покрыли просто лаком а это не гель-лак просто лак и мы молодцы спасибо что смотрите меня но пока пока